Ну что ж, друзья мои, за вас, Миш, за тебя, всем добра, всем удачи! Всем привет, мои дорогие друзья! Привет, гости канала, привет, подписчики, привет всем тем, кто не подписался на канал! Обязательно подпишитесь, нажимайте красную кнопочку подписаться под видео и колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео, которые выходят на моем канале! Миш, Михаил Герасим, привет тебе огромный! Сегодня буду дегустировать твои вкусняшки, которые ты мне прислал. Так, друзья, вот это кавказская чача, это бутылка из-под коньяка, это я просто сюда ее перелил. Это кавказская чача. Миш, сейчас будем проводить дегустацию. А что хочу сказать, чачу я не пил ни разу в жизни. Так, ну что же, запах. Не ярко выраженный запах винограда. А в прошлом видео, когда я получил посылочку, я измерял спиртуозность в чаще 45% спиртуозности. Виноградом пахнет, но запах такой не ярко выраженный, а такой отдаленный. Приятный запах. Запаха спирта или еще чего-либо, какой-то сивухи нет. Ну что ж, друзья мои, за вас, Миш, за тебя. Всем добра, всем удачи. Ну что хочу сказать. Приятное послевкусие винограда Изабелла. Вроде бы Изабелла, если мне не изменяет память. У мамки, у моей такой растет. Такое послевкусие, да. Ммм, супер. Приятно так пошла. Ой, хорошо. Горло обжигает приятно. Нет никакой резкости какой-то. Приятно так вот горло обжигает. Блин, и послевкусие виноградика такого, да. Опять же, не ярко выраженное такое. Отлично, замечательно. Замечательно. Закусим яичком под майонезом. Ммм, во. Ребят, вкуснотища обалденная. Миш, отдушите, я благодарю. Брат, обалденная вкуснятина. Вкуснятина. Первый раз в жизни пробую чачу. Так, еще, друзья, смотрите. А вот это, початая бутылочка, это мишина тоже настойка на перегородках грецких орехов. Ну, как вы видите, я ее уже употреблял. А употреблял в каком плане? Я на днях приобрел стиральную машинку, взял в кредит. Потому что устал уже на стиральной доске вот эту вот бошим, ебошить. И денег взять за налик нет, пришлось купить в кредит стиральную машинку. И вот после покупки, как у нас полагается у русских людей, обмыл машиночку и спробовал вот этой настойки. Очень замечательная, обалденная, просто супер. Мне очень понравилась, Миш. Во, вещь. Класс, класс. Так, яичко. Сейчас начнутся комментарии, блин. О, нифига ты, кишкаблуд. Целая тарелка яиц. Выпил 30 капель. Ожрешь. Ребят, я люблю закусить. И, во-первых, я не пью сейчас, в данный момент, а дегустирую. Они тупо бухают. Теперь у нас настойка на перегородках грецких орехов. на запах. Отдаленный, такой отдаленный спиртовой запах. Очень отдаленный. Все, больше запаха никакого нет. Ни севухи, ничего. Да и спиртовой запах такой, очень отдаленный. Цвет вообще обалденный, коньячный цвет. Вообще красота. Вкуса севухи нет. Да вообще выпил так просто обалденно. Ну, повторюсь, я ее уже пил. Миша, отличная настойка. Вещь. Красота, Миша. Красота. Вкуснотища. Еще раз благодарю от души, брат. Во. Во. Два пальца вверх. Что чача великолепная. Что твоя настойка на перегородках грецких орехов просто великолепная. Во. Обалденно. Люблю яички. Видали, какой у меня сейчас супер айфон. Это я к тому, что телефон мой приказал долго жить, на который я снимал раньше видос. Сейчас снимаю вот на экшн-камеру. Поэтому еще раз, еще раз говорю. Прошу прощения за качество изображения и за качество звука. Экшн-камера снимает не так, как надо. Ну что, друзья мои. Дегустация прошла на ура. Супер. Чача мне очень понравилась. Настойка на перегородках грецких орехов мне очень понравилась. Все великолепно. Все прекрасно. Вкуснотища обалденная. Ребят, если кто-то хочет прислать свои настоечки, мой домашний адрес есть в описании канала. Мой полный домашний адрес. Ну или не только настоечки, вообще все что угодно. Как мне вот один хороший знакомый тушенку прислал, кашу гречневую перловую. О, вот такая вещь. Вообще обалденно. О, супер. Так что присылайте посылки. Поблагодарю. Видео. Сниму обзор. Сниму дегустацию. В общем, все как положено. Вообще, красота. Красота, друзья мои. Ну что. Всем до новых встреч. Всем вкусного самогона. Всем удачи, друзья. Друзья мои. Не злоупотребляйте самогоном. Какой бы самогон хороший не был, но это все-таки спиртосодержащая жидкость. Да, Матвей? И бухать надо в меру. Пить надо в меру. А как известно, мера у русского человека неизмерима. Вот как-то так, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.